Ой, почему так съехал плохо? Ммм, темноватая мы тут увеличивать. Ползла. Что-то задумались. Кто там так орёт? А, нет, ты уж снимай. У меня здесь в кармане роется. А потом ты файлы на себя скидываешь, да? Угу. Ну, его можно напрямую сразу выкладывать, а если хочется лепить из него целиком выступление, то слепляешь целиком выступление в этом. В ютубовском редакторе. А что это? Это Sony Xperia. Z1, то есть он какой-то весь из себя водонепроницаемый. Что, как ты пьешь при нашей работе? Критично. То дождик. Нет, в туалете не знаю, он у меня один чёрт в карман не влезает при его размерах. По крайней мере, когда он падает в снег, я не хватаюсь за сердце в инфаркт сразу, а просто снежок встряхиваю, и всё. Ну, они обещают подводную съёмку до полутора метров под водой. Мясен перец я в луже снимать донышко не буду, но, по крайней мере, я спокойна, потому что когда у меня я с тем телефоном по дождь попадала, меня вот два раза спасали только пакетики для говна с собой, имеющиеся на всякий случай. Я хотя бы его быстро упаковывала. Поэтому, когда мне сказали, что вот такая штука есть, я сказала, а, всё остальное уже не так мне важно. Да. Ну, потому что, знаешь, так вот, летним дождичком лишиться там каких-нибудь 20-25 тысяч просто так. Ну, то есть можно бы там за 20 найти тоже, но я не искала, пошла просто только в инвизио. Вот всё. Темновато ему там. Вот, пять с половиной. У меня старый телефон уже достал, у него батарейка садилась, знаешь, то есть если ты его... Ну, он уже совсем поломанный был. Батарейки хватало. Типа на час детям не использовались. И ты ощущаешь себя всё время каким-то ущербным существом. Слышь, по-второму я собиралась идти обедать, а тут они как-то здесь ухажены. Почему она вся свырнулась? Смотри, какие отворачиваются. Отворачивают? Ну, то ли мы там поздно посмотрели, то ли... Да, в этом раз у меня уже было всё уложено. Иначе... Коврик, конечно, мешает. А что ей удобно? Так, прямо быстро, я бы сказала. А что? А правильная? Неправильная. Поэтому и быстро. Поэтому и быстро, да. Да, в этом плане пока сегодня в тяжёлую наследственность. Сейчас же подзыв, по идее. Ну вот, блин. Первое было движение хорошее, а потом, конечно, и докралось. И почему-то оказались с Феличи вообще другие. Во-первых, они с Феличи все пошли, чёрт, и с Феличи внешне. Но они все одинаковые, потому что там тоже у меня вышли весь померк. Во-вторых, намного спокойнее, чем и судно, например, на мой взгляд. И почему-то еще одинаковые. И почему-то еще раз надеялась бегать в квадрат, вся такая уже сидела. Ближе к собачке. Все желающие? Да. У меня тоже можно к московским сторожевым гринкам выйти. Я даже не ждала, чтобы кто-то еще держит. Просто и выключилась. Да. Меня тут тоже спрашивали, а как они, как породы. Я говорю, слушайте, я их видела-то очень давно, последний раз. На вид они так поровнее стали. Они раньше были разнотипные были. Нет, они ровнее, но по характеру разброс точно такой же. Да, да. Ну, слушай, Кириллов на это много внимания почему-то обращал. Помню, как Юлка со смелем вылетал из ринга и стать на него ошейник срочно. Слушай, у меня винати когда-то заставил снять. Снять наоборот? Да. Потому что у меня была полуудавка. А, на полуудавку нельзя, да. Нет, когда он бежал, она делала блям-блям-блям-блям-блям-блям, и я знала, что он бежит из квадрата. Да, вот это было удобно тоже. У меня кто-то в полуудавке выступал, но, по-моему, их тоже нельзя. То есть нужно именно застегивающиеся. Слушай, я никогда не спрашиваю. Поэтому я уже на всех застегивающиеся одела, и уже дальше даже не паришь. Я последнее правило, значит, ошейник послышала от Ренаты, собственно, когда она у них какого-то маразма просто трясает. Да. 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 Я这 им знаю. estens не правда. Он много зависит на шар liner. Я это чувствую, что он у 병ерской обучается. М interactовая тяга. Редактор сублах. В течение местном мере drilling смотрите.